Привет, красотки и красавчики! Многие из вас в комментариях интересуются тем, как же обстоят дела с Project Pen 2020, и удалось ли мне что-то еще добить до конца. Именно по этой причине я сегодня снимаю этот апдейт. Я не буду здесь в очередной раз перечислять все то, что я уже добила до конца. Если вы не смотрели предыдущие апдейты и хотите узнать эту информацию, просто загляните вниз в инфобокс, где я для вас оставлю ссылку на плейлист видео такого формата. Начнем с моей обожаемой палетки Lunatic Cosmetic Labs Contour Palette. Здесь моей целью было добить вот эту вот светлую пудру. В последние, наверное, 3 месяца я почти ее не использовала, потому что я была загорелой, и, соответственно, эта пудра для меня была слишком светлой. Но сейчас у меня загар, наверное, процентов на 50 уже сошел, и поэтому я могу теперь эту пудру снова использовать. Также я говорила, что хорошо бы было вот здесь вот протереть дырку, и, может быть, у меня даже это получится, потому что в последнее время я очень часто этот оттенок использую в макияже глаз. Вам этого, скорее всего, не видно, но углубление у меня стало довольно-таки заметное. По крайней мере, этого углубления, когда я начинала Project Pen, точно не было. Поэтому в целом прогрессом с этой конкретной палеткой я довольна. Я включила в Project Pen не все вещи в этой палетке, а только вот этот вот оттенок Truffle от Luxie Beauty. Его я за последние три месяца использовала два раза. Что делать? Правда, не убежишь, но почему-то меня тупо на этот оттенок не тянет. И причем второй раз, когда я его использовала, это сегодня. То есть этот оттенок сейчас у меня в макияже присутствует. Теней здесь немало, они пигментированы, поэтому использовать их полностью, мы будем честными, до конца года я со стопроцентной вероятностью эти тени полностью не добью. Но хотя бы, может быть, чуть больше использую, это уже будет хорошо. Milani Baked Bronzer in Golden. Эту вещь сюда включила для того, чтобы использовать полностью. Я понимаю, что полностью за год запеченный бронзер использовать нереально. Просто хотелось посмотреть, как сильно я смогу за год этот бронзер затереть, если буду на нем акцентировать свое внимание. С начала июня, как минимум, я этот бронзер ношу каждый раз, когда делаю макияж и прогресс. Здесь различить фактически невозможно. Да, он есть, но он минимальный. И это несмотря на то, что бронзера я наношу немало. То есть я не из тех людей, кто наносит каплю бронзера, растушевывает. Я не понимаю, как они умудрились сделать такую вещь, которая вообще не используется и внешне не меняется. Но похлопаем Milani. Если вы хотите тот бронзер, который вы сможете передарить своим внукам, то вот он, Milani Baked Bronzer. Это Gotte Glow от Elf. Я заново для себя эту вещь открыла, когда включила в Project Pen. Раньше мне всегда нравилось вот это необычное лунное свечение, которое этот хайлайтер дает. Но сейчас я его приспособилась носить как осветляющую пудру, такую осветляюще-отражающую. Я наношу эту вещь себе под глаза, и мне кажется, что он действительно делает кожу более свежей, и ваш вид в целом более отдохнувшим. В особенности мне этот эффект нравится в видео. И именно в видео чаще всего я этот хайлайтер вот здесь вот под глазами использую. Сейчас он тоже на мне. Очень часто эту основу раньше смешивала с Foton Wild Photo Focus. Теперь смешиваю снова тональной основой от Delors Design. Но не выглядит она как маска на моей склонной к сухости кожи, только если вмешивать туда что-то сияющее, либо праймер, либо хайлайтер. Если у вас сама по себе жирная кожа, то вот эту тональную основу вмешивать ничего не нужно. Мне кажется, осталось её как минимум меньше половины. Но здесь очень сложно это отследить. Каждый раз, когда я её использую, мне кажется, что она вот-вот закончится, а она всё не кончается. Не то, чтобы я хочу, чтобы она закончилась, я бы не против, чтобы она ещё пожила до того момента, как с меня полностью загар сойдёт, потому что это единственная моя тёмная основа. Если она у меня закончится, мне будет очень сложно более светлой носить. То есть мне придётся, наверное, что-то более тёмное дополнительно покупать. Пока она у меня есть, у меня получается идеальный оттенок. С качеством основы довольна, и своим прогрессом с ней тоже довольна. Думаю, до конца года всё-таки успею её использовать. И если даже не успею, в принципе, не проблема, потому что определённо я её добью до того момента, как она испортится. Make a Prevolution Liquid Highlighter в оттенке Liquid Starlight. Именно эту вещь я вмешиваю в свою тональную основу предыдущую, и добавляю туда более светлый оттенок, который я в этот Project Pad не включила, потому что тональную основу Wet n Wild мне использовать до конца не нужно. У неё со струком годности всё в порядке. Так вот, этот конкретный хайлайтер идеально работает в паре с тональной основой Catrice HD, делает её гораздо более сияющей, влажной, такой естественной. И, как мне кажется, вместе с этим хайлайтером тональная основа на коже держится дольше и выглядит гораздо лучше, то есть гораздо естественней. Говоря о том, как много этого хайлайтера я использовала, мне кажется, его осталось совсем чуть-чуть. Это очень сложно отследить, несмотря на то, что я вот здесь, как вы видите, срезала этикеточку. Но когда я смотрю вот так вот, мне кажется, что он где-то вот здесь. То есть осталось его как минимум меньше половины, а, скорее всего, половина от половины его осталось. Самая сложная вещь в Project Pen, вы знаете, что румяна невероятно сложно использовать до конца, тем более вот такие. Это запечённые румяна, очень плотно спрессованные, их нужно совсем чуть-чуть. И несмотря на то, что сначала Project Pen эти румяна я использую фактически каждый раз, когда делаю макияж, всё равно прогресс, ну, он минимальный. Мне кажется, если приглядываться, можно различить, что они стали более плоскими. Ну, я даже, не знаю, миллиметра на два не приблизилась к этой вот панельке запечённой. То есть я не приблизилась к тому, чтобы протереть эти румяна до дырочки. Может быть, если вы где-то работаете, где вам нужен макияж для сцены, вот тогда они быстро будут уходить. Но для обычного человека, для повседневного макияжа этих румян хватит просто, ну, не знаю, лет на пять как минимум. Шикарный оттенок, до сих пор мне не надоел, но хочется, конечно, чуть больше прогресса видеть, потому что я действительно на эти румяна налегаю, а прогресса как не было, так и нет. Карандаш для бровей Catrice Eyebrow Stylist, с ним тоже прогресс не такой уж очевидный. Этот карандаш помогает мне скрыть вот эти вот пляшевые участки, которые появились вследствие того, что я нещадно свои брови выдёргивала раньше. Но в целом, даже эти пляшевые участки, чтобы заполнить, мне не нужно много этого карандаша. Именно по этой причине он уходит чрезвычайно медленно. Не то чтобы я хотела от него очень сильно избавиться, он классный, он качественный, он мягкий, и мне дико нравится оттенок. Это холодно-коричневый, который для моих волос подходит идеально. Этот карандаш не слишком тёмный, он не делает гусениц из моих бровей, но при этом он не слишком такой тёплый, рожеватый, и он не выделяется. Короче, шикарная штуковина, если ищете бюджетный карандаш, которого хватит надолго, обязательно обратите на него своё внимание. Femme Fatale от Essence, карандаш для губ, который я также использую на водной линии. Этого вам делать не советую, потому что это всё-таки карандаш не для глаз. Но он на мне работает хорошо, никакого раздражения не вызывает, поэтому я продолжаю его вот так носить. Говоря об этом карандаше, у меня с ним прогресс небольшой, потому что в последнее время я не ношу макияжи с красной водной линией, и я очень редко ношу красную помаду. Не знаю, почему обычно осенью меня на красный дико тянет, но сейчас ношу либо тёмные помады, либо коричневые, либо какие-то такие нестандартные. А красные... ну не знаю, красные помады, красные карандаши пролёживают, и поэтому с Femme Fatale не так уж хорошо всё движется, не так быстро, как хотелось бы. И второй карандаш — это Golden Spirit от Catrice из лимитированной коллекции Sound of Silence. Он у меня сломался, но я его носила и носила не так уж редко, поэтому прогресс у него, в принципе, нормальный по сравнению с предыдущим карандашом, по крайней мере. Вот здесь вот он у меня сломан, вот здесь вот... я не знаю, насколько хорошо вам видно. Но, опять же, несмотря на то, что я его носила, я сносила, может быть, на миллиметр, это в лучшем случае. Но сколько того карандаша надо на водной линии, скажите мне? Естественно, для того, чтобы его интенсивно использовать, им, наверное, нужно заполнять что-то, может быть, делать подложку, под тени. Мне кажется, с ним тоже будут проблемы, и до конца года я его вряд ли использую. В который раз в апдейтах вам повторяю, что включаются вот эти вот тени, кремовый от Гош в Project Pen, это была моя ошибка. Называются они Forever Eyeshadow, оттенок мой 06 Plum. Это очень крутые тени, они просто нереально смотрятся на веки, мега празднично. Здесь тонна серебристых частиц, и причем эти частицы смотрятся дорого, то есть, ну вот опять, вы видите, опять этот карандаш сломался. Именно по этой причине с ним нереально сложно работать. Каждый раз, когда я пыталась эти тени использовать, они ломаются. Ломаются из-за того, что они начинают стареть, подсыхать, и, соответственно, работать с ними не так удобно, как раньше. И сами по себе они невероятно требовательные. То есть, просто так пальцем навеки их растушевать нереально. Их нужно наносить в тот макияж, который вы спланировали и сделали, основываясь на том, с чем эти тени будут лучше всего смотреться. То есть, нужно оттенки в вашем макияже подбирать именно под эти тени. Иначе они будут смотреться нерастушеванным пятном, и исправить это будет невозможно. Может быть, более светлые оттенки в этой линейке не такие требовательные, но оттенок Plum, несмотря на всю свою красоту, он просто невероятно сложный в работе. И если бы я знала, что с этими тенями будет столько проблем, я бы никогда их в Project Plan не включила. И эту вещь я со стопроцентной вероятностью до конца года не смогу добить. Я в этом уверена. А вот Catrice Dose Liner, несмотря на то, что это тоже сияющий продукт, используется довольно-таки интенсивно и постоянно. Потому что его очень легко включить в любой макияж. Я его использую как топпер. И с любыми абсолютно тенями он смотрится идеально. Он просто даёт такое внеземное, какое-то инопланетное, в каком-то смысле, свечение. Вы смотритесь как фея, но при этом блёстки здесь некрупные, и они незаметные, они смотрятся очень-очень дорого. Именно за это я эту вещь ценю и люблю. И очень похожий эффект дают тени в новой палетке Birds of Paradise, по-моему, называется, от Makeup Revolution. Вот там есть тени, которые смотрятся навеки точно так же. Поэтому теперь мне не страшно Dose Liner до конца добить, потому что у меня есть тот оттенок. Когда смотрю на эти тени, единственное, что приходит в голову, это боль, боль и страдания. Не то, чтобы они мне не нравятся, они мне нравятся до сих пор. Это, наверное, мой самый любимый, самый часто носимый оттенок из линейки L'Oreal Infallible. Я вообще в целом эти тени обожаю, всю эту линейку ценю, люблю. Но чёрт возьми, они вообще не используются. То есть сколько бы вы эти тени не носили, эффекта нет. Да, я когда-то в них протёрла такое заметное углубление. Но это было тогда, когда у меня вообще в коллекции теней было однушек, может быть, штук 10 и палеток штуки 2. Вот тогда я этот оттенок носила фактически каждый день. И именно тогда я здесь протёрла вот это углубление. После этого, именно во время Project Pen, я эти тени перепрессовала. Да, они чуть ниже спустились, то есть раньше они были где-то вот здесь вот, теперь они вот здесь спрессованы. Сколько бы я их ни носила во время Project Pen, углублений нет. Вы видите, никакого углубления нет. Они выглядят точно так же, как после перепрессовки. Да, естественно, если вы юзер обычный, если вы просто хотите крутые тени, которые будут вам служить долгое время и не портятся, то L'Oreal Infallible это как раз та линейка, на которую я бы вам посоветовала обратить внимание, если бы эти тени всё ещё можно было купить в России. Но чёрт возьми, когда ты включаешь эти тени в Project Pen, ты хочешь прогресса, ты ждёшь вот этого углубления, которое начнёт проявляться, ты хочешь чувствовать, что твои усилия не проходят даром. И что? Мне кажется, эти тени в моей коллекции останутся навечно, потому что, как я уже и сказала, они не портятся, работают просто идеально, точно так же, как в тот день, когда я их купила, и, наверное, я смогу их своим внукам передавить при наличии такого желания. В этом году включить лаки в Project Pen была отличная идея, потому что они у меня уходят очень быстро, и осталось у меня только три неиспользованных оттенка. И все три уже фактически на последнем издыхании. Вот это вот Essence Color & Goal Make It Golden, по-моему. Да, Make It Golden номер 67. Снятый лак, это топпер, в нём тонна золотых частиц, это стопроцентный аналог знаменитого когда-то лака Дебора Липпман, не помню, как тот назывался, но там тоже были вот такие вот золотые частицы. Его осталось, может быть, маникюров на пять максимум, и на пять по той причине, что так как этот топпер уходит его немного. Но всё равно с приближением новогодних праздников эта вещь явно будет выведена из коллекции, потому что именно ближе к Новому году я чаще всего этот лак начинаю активно носить. Этот оттенок Evo Mosaic под номером 175 стал гораздо актуальнее. Сейчас осенью тёмно-синий, и я в него добавила другой синий оттенок от Essence, и теперь в этом у нас есть мелкий голубоватый шиммер. Сам по себе он был такой оттенок мокрого асфальта. Но что раньше, что сейчас, в целом мне этот лак очень нравится. С прошлого апдейта я его раза два использовала, и сейчас, я думаю, никаких проблем мне не составит его добить до конца, потому что, как я уже и сказала, осенью я тёмные оттенки ношу гораздо чаще, чем летом. И второй оттенок это Essence Color & Go, тоже снятый, Miss Universe, номер 147. Что-то неземное галактиковое флаконие, и его здесь осталось буквально на два маникюра, поэтому с ним определённо никаких проблем не будет. И, к счастью, у всех этих лаков формула не испортилась. В этом Project Penny было целых две невезучих помады фиолетовых, невезучих по той причине, что обе испортились и полетели в мусорку. Первая из них была Airborne Unicorn от Lime Crime, и вторая была NYX Violet. Я их заменила вот этим вот блеском от Essence, называется Hollow Wall Dragonfly Shimmer, номер 04. Его сотоварища оранжевого я уже использовала полностью в рамках этого проекта. Я его вам показывала в прошлый раз в апдейте, поэтому в очередной раз тот пустой тюбик показывать не буду. В том апдейте я вам этот блеск не показывала, я вам его продемонстрировала в косметичке месяце и сказала, что та помада испортилась, поэтому я её заменяю вот этим блеском. С того момента, как я этот блеск включила в Project Pen, я использовала ровно вот столько. То есть его было примерно вот так вот, и теперь вот столько его на дне осталось. Совсем чуть-чуть. И с ним, я думаю, никаких проблем не будет, несмотря на то, что это голубой и такой повседневный оттенок. Но всё равно, как вы видите, носила я его довольно-таки часто. Пахнет он просто шикарно. Клубничная душка из детства, наверное, по этой причине ещё меня всегда тянет его носить. Помада Catrice Ultimate Matte под номером 010. Самый сложный продукт для губ, который я включила в этот Project Pen, потому что я помада-маньяк, у меня тонна помад в коллекции. И я очень редко один оттенок ношу чаще раза в 3-4 месяца. Это как минимум. Некоторые помады я даже раз в год не надеваю, потому что у меня их реально много. Так вот, этот оттенок я ношу как минимум раз в 20 в месяц, а то и чаще. Вечером при любой возможности я губы обновляю, используя именно этот оттенок. Мне несложно эту помаду носить, потому что она универсальна, и формула мне очень нравится. И мне кажется, что у меня реально получится её добить полностью. Когда я её включала в Project Pen, её было здесь раза в 4 или в 5 больше, и мне просто невероятно приятно сейчас на этот прогресс смотреть. Мы это сделаем. Мы это сделаем, я знаю. А теперь самое интересное. Те вещи, которые в промежуток между прошлым апдейтом и вот этим апдейтом, мне таки удалось добить до конца. Это консилер Catrice Liquid Camouflage в оттенке 020 Light Beige. Мой самый любимый консилер. Я использовала до последней капли, даже стоппер достала. Он уже немножко подсох, но сам по себе он до последнего использования был довольно-таки кремовым, плотным, хорошо растушевывался, всё скрывал, что нужно. Этот фиксирующий спрей был на последнем издыхании годе, но он до 01.2021. Я очень рада, что я его наконец-то добила. Он отлично работал, делал кожу более сияющей, и сам финиш, то есть весь ваш макияж более естественным. И в целом я вполне довольна тем, как он себя проявил. Маникюр и педикюр я себе делаю часто, и если акцентировать своё внимание на избранных лаках, уходят они довольно-таки быстро. Добила я 261 от Evo Mosaic, Vergis my nicht, незабудка, из песни Алекса Весельски. Вообще не люблю голубые лаки, но вот этот вот оттенок голубого явно не оставил меня равнодушный. Очень радовал. В особенности круто смотрится на загорелых руках. И второй оттенок от Evo Mosaic это 154, сияющий такой серо-чёрный металлик. Формула здесь была просто крыша с нос. Лак наносил сам себя, никаких проблем не создавал, несмотря на то, что внутри тонны сияющих частиц он стирался очень легко, не так как глиттер. Это у нас Platinum Queen под номером 157. Лака этого было фактически вот столько, то есть он был едва использован, когда я его включила в Project Pen. И сейчас его не осталось вообще. Формула у него была не самая покладистая, но и не проблемная. То есть он был не такой шикарный по формуле, как предыдущий лак, но и каких-то явных затруднений в нанесении у меня с ним не было. Сам по себе оттенок был просто шикарный, такой холодный, лиловато-розовый. Когда я начала загорать, я его носила чрезвычайно часто, использовала и в маникюре, и в педикюре. Поэтому, наверное, так быстро он у меня закончился. Чему я невероятно рада, потому что это один из самых старых лаков в моей коллекции. Ему как минимум лет шесть, если не больше. Ещё один снятый старичок Essence Color & Go Blue Addicted под номером 78. Этот лак, так же как и Make It Golden, был аналогом какого-то супердорогого лака Deborah Lipman. Он смотрелся как вселенная на ногтях, именно из-за вот этого зелёного и голубого крупного глиттера, который здесь присутствовал. Этот оказался невероятно универсальным, обычные такие оттенки смотрятся лучше на светлой зимней коже, но на загорелой летней коже и на педикюре, и на маникюре он смотрелся крышесносно, в особенности под сияющей сушкой. То есть он смотрелся как глиттер под слоем стекла. И этим мне дико нравился. Хватило его с прошлого апдейта, я имею ввиду, наверное, маникюра на 2 и на педикюр. Если вы Project Pen в этом году запускали, обязательно расскажите мне, как у вас идут дела, и напишите мне также, есть ли у вас в Project Pen такие упертые и не желающие заканчиваться бронзеры и румяна, как у меня. Спасибо огромное за просмотр, подписку, лайки, комментарии. Всем отличного настроения, улыбайтесь чаще, и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok